Привет! Сегодня будем готовить для нашего подписчика Алексея. Будем готовить из тех продуктов, которые сам Алексей нам дарил. Даже не подарил, а добыл на охоте и нам презентовал. На охоте он поймал бобра. Что мы вообще знаем о бобре? Бобер зверек подвижный, небольшой, соответственно, в его теле мало жира. Мясо его низкокалорийное и в то же время довольно плотное. Живет он в воде в заболоченных местах и поэтому прежде чем его готовить обязательно нужно вымочить. Как, впрочем, любую дичь, пойманную на охоте. В течение суток 2-3 раза мы меняли воду. В конце последней заливки на 3-4 часа я добавил, видите, немножко лимончика. Надо будет Алексея попросить струю бобра и сделать из нее настойку на нашем дистилляте и описать все полезные свойства данного волшебного чудо-напитка. Давайте разберемся. Это дело будем готовить. Сам бобер у нас около лопаточной части отправится в казан и будет вариться полтора-два, может быть, три часа посмотрим по мягкости в подсоленной воде. Потом мы его достанем и обжарим на сильном-сильном огне с нашинкованными овощами. Овощи, скорее всего, будут соломка, пока не знаю, там посмотрим. Так, ну смотрите, мясо мы опускаем в нашу воду, кипящую воду. Почему вода кипящая, да? Очень многие могут сказать, что холодную вода, мясо закипает и так далее. Наша основная цель, чтобы в бобре остался весь сок. Для этого его нужно сначала белок верхний свернуть, поэтому мы опускаем в кипящую воду. Если мы хотим бульон получить густой, жирный, наваристый, вода будет холодная, которая потихонечку будет вытапливать жиры в себя все из мяса и получится более густым бульон. То есть, сегодня, получается, мы кипятком запечатываем. Сегодня мы варим мясо, мы не делаем бульон, мы делаем именно мясо, поэтому это вот мой такой подход, да, мне так нравится. Смотрите, вот видишь, я опустил его сразу сюда и фактически сразу белок начал сворачиваться. Соответственно, ничего из мяса не будет вытекать и все останется внутри. Так, вот и наша основная. На большом куску уже радуется. Смотрите, что у меня еще есть такие перепечатанные овощи для того, чтобы бульончик получился светло. Может быть, в конце он нам понадобится. Все-таки думаешь, что супешником пахнет, да, с этого бульона? На утречка-то. Перчик, помнишь, да, как мы его делаем? Подгибая пальчики. Да какие пальчики подбегают? Раздеваем. Все, и он готов. Стороночку. И тоже довольно крупно пошинкуем его. Кончили с перчиком с сельдерей. Я почистил его заранее уже, взял половиночку, да, остальное мы приготовим очень вкусный, полезный фитнес-салат с сельдереем и свежей капустой, оригинальной цитрусовой заправкой. Рецепт появится у нас в Инстаграме. А как мы этот сельдерей? Вот так же, как морковочку будем шинковать, такой же соломочкой. Довольно крупный. Так, чесночок, как в прошлый раз помнишь, отрезаем вниз. Отрезаем вверх. И начинаем вандалить. Зернышки выпадают сами. Лучок. Смотри, лучок у нас двух видов. Один репчатый уже такой довольно взрослый и молодой на зеленом побеге. Вот эти побеги я возьму целиком. Давай их отрежем. Я обжарю, как они есть. А этот лук мы пошинкуем. А здесь мы уже будем прятать пальчики. За что я люблю это? За то, что все очень яркие. Пойду плачу от этого лука. И кабачок. Ну, тоже довольно крупное все. Бобер, я чувствую, у нас сейчас будет врагов какой-то помещен. Бобер будет доволен. Помидорки остались. Частей на шесть, наверное, мы их разрежем таким макаром. Почему все крупно? Потому что хочется попробовать, когда мы приготовим каждый ингредиент этого блюда отдельно. И в то же время они перемешаются со своими соками, да? Слушайте, а зеленушка, что мы делаем? Сейчас пошинкуем, врубаем, в конце добавим в качестве украшения и придания некой пикантности блюду. Ну что, лезем смотреть бобра? Лезем смотреть бобра. Так, мы посмотрим, что нам у нас наварилось. Сварилось. Достанем бобра. Не уплыл он там у нас? Ну, куда он уже уплывет? Слушай, мясо развалилось замечательно. От костей это входит великолепно. Смотри, что получилось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Красотень. Смотри, да, все, от косточка отваливается. Мясо мы не будем резать, мы там волокнами будем жарить его в нашу рогу. Все подготовили, мясо разобрали, приготовили соль, перец. Это единственная специя, которую мы будем использовать. Ну, здесь сомневались, совещались, думали соевый соус добавить. Можно добавить, будет неплохо, но мы решили остаться на соль и перец. Приступим к жарке. Пу-ту-пу-ту-пу-ту. Овощи будем жарить по очереди, да, чтобы те, которые помягче, понежнее, не развалились. Мясо добавим в самом конце. Чесночок. 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 Морковка. И лучок. Перчик. Все мы жарим довольно, на довольно сильном огне, не тушим. В процессе готовки овощи могут остаться немножко сыроватыми. Аль денте. Кабачок с сельдереем оставляем. Немножко дали жару. Включили как-то на семерочку, на восьмерочку, да, наш комфорт. Соль. Перец. 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 И еще перец. Слушай, прекрасно, семерочка прямо на десяточку перескочила. Ну, восьмерочка, ладно. Нет. Жарим довольно быстро, интенсивно, помешиваем, как это делают китайцы со своей уличной едой. Чтобы овощи не были кашей. Ммм. Да, конечно, огонь, это тема. Немножко красного цвета. Прям манит уже бобряки вот так себе. Так, ну что, корова нашего блюда. Мясо из дикого бобра. Я оставил немножко бульона, для того чтобы получился небольшой саус. Минутку перемешиваем, снимаем. Пухожарка у печи. Ээээх. Божественно. Ну, что нам осталось украсить наше блюдо зеленью. выразить слова благодарности Алексею за столь необыкновенный опыт и мясо бобра. Леша, надеюсь, мы справились. Готовьте с нами, готовьте лучше нас. Готовьте с нами, готовьте с нами. Готовьте с нами, готовьте.